и так друзья рульку я поставила вариться ждем пока закипит вода и дальше я буду добавлять специю соль лавровый листик и она должна будет кипеть минут 40 так париться нормально овощи тоже уже на салат и я поставила на салат оливье и шубу пусть все пока так варится вот уже у нас все тут кипит рулька такие хорошие чайные ложечки штуки 4 теперь лавровый листик у нас он поломанный таких хороших два больших лавровых листика если такие поломанные как у меня штуки 4 вот достаточно так посолили лавровый листик кинули и примерно примерно раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять штучек горошин накинули перца можно даже больше на этом этапе пусть он дальше варится и на полчаса еще ну что ж друзья рулька сварилась теперь она должна полностью остыть доставать я ее не буду из этого отвара пусть она в этом всем так и остывает и после того как полностью остынет я продолжение заниматься так дорогие друзья сейчас будем готовить рульку она уже полностью остыла достаю и теперь что я делаю я буду делать надрезы такие вот вдоль и поперек а потом буду мариновать и через вот эти вот прорезы и через эти прорезы получается маринад будет доходить до самого мяса конечно косточка огромная наискосок квадратиками ромбиками как удобно и с обратной стороны смотрите мяско есть весь жир выварился и наискосок какой может быть маринандра для рульки ваши любимые специи соевый соус медом будет вклад классная вкусная и сладковатая рулька но мы купили сейчас я вам покажу уже готовый маринад вот такой вот классический пряный маринад для мяса с этой стороны выглядит он так кстати написано как готовится это в основном для гриля вот что можно кусочки мяса сразу сюда в этот пакет в этот пакетик засовывается и будет мясо мариноваться час а после можно уже на гриль но наша рулечка сюда не поместится поэтому мы будем сразу в рукав мы будем рульку делать с капустой с яблоками с картошкой в рукаве перед этим мы отдельно в рукав за отдельно в рукав засунем рульку с этим маринадом она часик простоится а капусту яблоки и картошку я подготовлю отдельно и как пройдет час я добавлю уже все вместе в один рукав и она все вместе рулька картошка яблоко капуста будут готовиться в рукаве смотрите рукав я беру очень длинный отрезаю длиннючий рукав где-то метр и с одной стороны с одной стороны сейчас я задержу и сейчас в эту дырочку мы засунем и выливаем маринад все маринад здесь и теперь делаем такие движения все помяли приготовили и оставляем в таком виде где-то на час пусть она маринуется я подготовлю пока капусточку яблоки оставляю вот этот пакет из маринада я не выкидываю я буду готовить беточки и я беточки отбитые замариную тоже здесь закидаю сюда мяско может добавлю еще соевого соуса и будет беточки свиные мариноваться в этом всем тоже друзья пока рулька маринуется мы подготовим яблоко картошку и капусту есть свежая капуста такая вот столько мы возьмем примерно и уже магазинную квашеную капусту сейчас я пошинкую эту капусточку смотрите получилось только свежей капусты я беру еще не так приминаю так теперь рук квашеную капусту и высыпаю всю вместе с соком вот так вот хорошенечко перемешаю сейчас сейчас я ее всю полностью хорошенько перемешаю и оставлю на полчаса чтобы она там обменялась так сказать организмами тоже полюбилась подружилась можно это сделать руками тоже так как капуста у нас много свежей я еще чуть-чуть добавлю соли совсем чуть-чуть добавлю классический соевый соус лимончика выжимаю буквально несколько долек много не надо и опять это все перемешиваю перемешиваю и отставляю на полчаса мы почистили несколько картошин порезала на вот такие вот дольки сейчас я сливаю воду и буду картошку подготавливать также для нашего блюда теперь смотрите что я делаю у меня есть чудесная приправа для картошки вот такая я ее подсаливаю также есть еще такая вот не острая картошки тоже щедро насыпаю и теперь это все перемешиваю добавляю еще подсолнечное масло столовую ложку и тоже это все перемешаю для цвета можно добавить паприку сушеную вот теперь я почищу яблочко можно взять одно большое либо несколько маленьких как-то любит желательно чтобы это был сорт кисло-сладкий не сильно кислый потому что кислота есть в квашеной капусты такая вот яблочная гирлянда получается можно на елочку повесить смотри яблочная гирлянда сердцевину я вырезаю яблоком можем порезать поменьше можно оставить такими дольками можно еще так и картошки туда итак сейчас мы на финишном этапе накрываю пока крышечкой и будем уже доставать рукав с рулькой где маринуется она и все туда в один рукав запихивать итак друзья вот наша рулька вот наша и сейчас мы будем поочередно все засовывать поехали яблоки картошка яблоки подправляем смотрите уже картошка там теперь капусту опять картошку вот такую маленькую рульку яблоки тоже вместе с соком отправляем вот такая конфетища у нас получается колбаска такая хорошая и завязываем этот конец все завязали пусть еще так оно все вместе полетит и когда отправим в духовку тоже разогретую где-то минут на 35-40 нужно проколоть маленькие дырочки аккуратно с зубочисткой не ножницами потому что это будет огромные дырки сделайте маленькой зубочисткой дырочки везде прошло минут сорок огромная колбаса уже там надулась и надо проверить смотрите какая длинная сосиска там уже видно капусточка приобретают цвет рукой еще не понятно что там происходит короче минут еще вот видно с дырочек выходит пар так минут 10-15 и можно будет выключать мы уже выключили сейчас разрежем раскрыли вот красота такая там получилась пусть она еще так постоит в горячей духовке и уже увидите это все в блюде как красивая рулька как красивая рулька и а и и и Продолжение следует...